Как нарисовать симметричные брови? Это самая большая проблема мастеров. И, кстати, если вы научитесь рисовать симметричные брови, замерять их и видеть асимметрию, то у вас не будет проблем и на остальных всех зонах. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель сети школ, сети студий по перманентному макияжу и создатель первого открытого производства по пигментам. Вы можете в любой момент прийти к нам на экскурсию и посмотреть, как все это работает. А сегодня мы с вами будем учиться, как создавать симметричные брови и как это делать вообще легко. Во-первых, первое, что вы должны понимать, это как не надо делать. Я буду сейчас рисовать брови, которые очень часто мастера рисуют. Это то, во-первых, что невозможно отзеркалить, потому что какие-то непонятные сгибы, вот они сверху, снизу. Это очень сложно перенести симметрично даже художнику на вторую сторону. Если вы нарисовали одну бровь, вторая уже вряд ли получится. Затем очень частое такое тоже, это когда как-то съедается излом и получается, что такая дудочка. И вот здесь вот еще расширение часто получается, потому что мастера штрихуют. И получается в итоге вот такая какая-то странная форма. Наверняка вы замечали, может быть, даже у себя это видите. Очень некрасиво, мне это не нравится тоже. И третий вариант, это, наверное, вообще такие полные дуги, когда мастера прорисовывают. Вообще бровь получается вся такая, знаете, как какая-то глиста. Не знаю, у нее головка кругленькая. Не знаю, почему мастера вырисовывают такие формы, которые вообще клиентам даже не идут. Я вот сегодня научу вас рисовать красивые формы. И последнее, что тоже не нужно делать, это когда съедается просто нижняя линия прямая и съедается полностью излом. И получается, что поверху там какая-то такая широченная растушевка и вот такой вот резкий тонкий хвостик. Вот это, наверное, самые распространенные формы бровей, которые делать на самом деле не нужно. Это некрасиво, ни одно лицо вы такими формами не украсите. Я хочу нарисовать, научить рисовать вас такие, знаете, брови, которые идут всем и которые легко очень переносятся с левой на правую. Потому что мы все начинаем рисовать сначала одну бровь, потом она нам понравилась, половинка лица нам понравилась и мы переносим ее на вторую сторону. Вообще, в принципе, бровь у нас должна состоять из двух частей. Вы все понимаете, знаете, как это работает. То есть у нас есть хвост. Вот он, хвост. И у нас есть тело бровей. Условно, вот эта часть, это головка. Вот эта часть, вот эта часть, это излом. Так, самый простой вариант, когда в наше, так, в наше, получается, тело брови хвост входит в два раза. Это такая классика, которая идет и всем. Сразу сейчас запомните, что соединять прямо в точку хвостик не нужно. Всегда должно оставаться, так, я хочу сейчас это убрать, небольшое пространство в конце, вот я имею в виду вот здесь. То есть прямо, когда вот абсолютно такой острый уголочек, никогда это никому не шло. И вообще четкие какие-то границы на бровях, они не украшают вообще. Не делайте этого. Но сегодня мы с вами говорим про формы, поэтому смотрите, первое, что вам нужно сделать, это нарисовать вот такой прямоугольник. Поделить его на три равные части вертикально и можно напополам горизонтально. И вот здесь вы уже должны понимать, что вы сейчас будете вписывать вот эту вот форму, которая сверху у меня нарисована, в этот прямоугольник. Почему прямоугольник? Потому что вы тут же можете отзеркалить его, рядом нарисовать такой же и заодно проверить, насколько ваш глаз видит симметрию. Потому что, обратите внимание, я рисую от руки, я не использую никаких линейок. То есть я вот сейчас нарисовала и поняла, что недостаточно длинно. Длинно. Можете тут же прямо сразу прорисовывать вторую бровь. Как себя проверять? Вы можете просто взять вот этот самый стилус, ну или если вы рисуете на бумаге, просто взять карандаш и вот так вот отмерить кусочки и сравнить слева и справа, насколько они одинаковы. Так у меня здесь сейчас получилось немножко не одинаковое, я должна поправить. То есть не обязательно это делать прямо одной сплошной линией. Окей, и сейчас мне нужно прорисовать бровь. Она должна быть восходящая. То есть у нас хвостик, вот он где-то здесь прикоснется, он не может вывалиться ниже. Это тоже частая ошибка, когда хвостик уходит ниже линии точки в головке брови. Это первое. И второе, смотрите, у нас можно бровь разбить на отрезки. А, Б, так, С, Д, Е, например. Ну, чтобы было удобно, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. И запомните, всегда мы рисуем прямыми линиями бровь. Вы потом можете где-то ее скруглить, вот в районе излома, например. Но в общем и целом все линии у нас должны быть прямыми. Возьму другой цвет. Смотрите, если я начинаю рисовать, то есть у нас получается, что тело брови это две трети, да? То есть этот участок у меня уходит под тело брови. Я, например, прорисовываю прямую линию просто. Сейчас мы не привязаны ни к каким бровям на лице клиента, поэтому я просто рисую параллельные линии. Не нужно их утончать. То есть вот сюда сводить, например. То есть вы сразу рисуете так, чтобы у вас везде расстояние в ширину в теле брови было одинаковым. Чтобы в любой точке вашего эскиза, то есть вот эти все расстояния были одинаковыми. Поэтому никогда не сводите вот здесь, вот сюда поуже в изломе или по нижней части в изломе поуже. Особенно на этапе построения. Итак, я прорисовала. Выбираю там какой-то отрезок, например, в ширину. Пусть будет вот такая потолще бровь. И рисую вот сюда вверх, поднимаю, чтобы у меня осталась одна треть. И чтобы у меня вот эти вот расстояния, как я уже вам говорила, в любой точке тела были одинаковыми. Затем я опускаю. То есть в зависимости опять, какие перед вами брови у клиента вы будете этот излом регулировать. Он у вас может быть более пологим, менее пологим. Здесь у меня сейчас он пусть будет такой условно классический. То есть я сужаю. Но смотрите, не в точку. Потому что если вот так вот сузить прямо в точку, то обычно из-за этого получается, что у вас какая-то диспропорция получается в теле брови по отношению к хвосту. Он такой слишком какой-то маленький и нелепый получается. Просто имейте в виду, что вот эта вот толщина небольшая, она может быть, ну примерно, смотрите, если померить, как одна четвертая излома. Вот в этой части вы будете просто мягко заканчивать на вылет, без всяких острых уголков, свою растушевку, ну или волоски, смотря что вы рисуете. Что мы можем здесь еще замерить? Смотрите, другим цветом. Вот это расстояние, да, от линии горизонта. На самом деле вот где-то здесь у нас находятся с вами глаза, и мы от них пляшем с вами по горизонтали. У глаз у нас получается, что внешние уголки, вот эти вот части, они у нас дают нам линию горизонта, от которой мы отталкиваемся, простраивая бровь наверх. Но сегодня мы с вами просто рисуем две одинаковые брови, условно, левую и правую без линии горизонта, отталкиваясь, не знаю, от вот этой вот нижней полосы. И вот эта вот часть, смотрите, слева и справа должна быть одинаковая, то есть это наши характеристики, да, вот это вот расстояние до излома, оно тоже должно быть одинаковое. То есть вот здесь я сразу, я могу теоретически вот таким образом простроить, но на самом деле развивайте свой глазомер, и прямо вот здесь у меня линия. Так, и я сразу рисую на таком же вот примерно расстоянии, я рисую себе точку, куда у меня должна прийти бровь, излом. И получается вот эта точка у меня тоже важная, и я делаю то же самое с другой стороны. И получается вот здесь я отмеряю, и вот здесь, смотрите, чуть-чуть ниже, чем вот эта горизонтальная линия. И теперь я могу нарисовать уже бровь, потому что в принципе, что еще у меня, ну вот получается вот здесь вот точка, толщину примерно у хвоста я отмечаю, и все. Ваша задача просто провести вот эти прямые линии, соединить вот эти вот точки все, и у вас получилось две симметричные брови. Конечно, делайте это как бы более ровно, потому что я выбрала яркий, яркий толстый карандаш, чтобы было все видно, все понятно. И вот такая форма, она пойдет всем. Естественно, она не должна быть прям вот такой, абсолютно вот только такой, да, то есть мы с вами можем... Давайте я выберу сейчас другой, другой, например, вот карандаш и другой слой, чтобы у нас тут было все заново. И мы с вами, да, порисуем, чтобы это было более похоже на то, что вы будете делать. Возьмем черный, например. То есть смотрите, я первое, что делаю, то есть прям так и тренируйтесь за мной, повторяйте. Прям то же самое делайте пока что на бумаге. То есть я прорисовываю прямоугольник. Я сразу примерно прикидываю его вот это вот расстояние, его длину и ширину. И рядом прорисовываю еще один такой же треугольник, потому что брови у нас это штука парная. Так, теперь меня интересует длина. Я могу на глаз сначала это нарисовать и сравнить их. То есть понимаю, что нет, недостаточная длина. Вот так мне уже кажется, что похоже. Когда мне кажется, что уже похоже, в этот момент вы можете взять, например, линейку и замерить. То есть не в момент, когда вы строите, вы сразу с линейкой строите, а именно когда вы нарисовали и все, кажется, что уже все круто, берете и замеряете. Это можно либо сделать вот так вот карандашом, приложив его, и посмотреть, одинаково или нет. Но плюс-минус одинаково. Поэтому меня все устраивает. Ну и высота, соответственно, тоже тут ее видно хорошо. Так, теперь я намечаю ширину. Она мне тоже нужна и там, и там. И провожу. Старайтесь все-все-все делать от руки, потому что с линейками вы не разовьете свой глазомер. И это важный момент, который вам в работе всегда будет нужен. Конечно, тут никто не говорит, что это прямо вот здесь должно быть просто до доли миллиметра все выверено. Но в общем и целом все вот эти вот расстояния должны быть, ну, примерно одинаковы. И теперь я начинаю строить опять бровь. Например, я выберу ей более пологую такую форму. То есть я начну вот здесь вот повыше. Приду вот сюда и вот здесь тоже закончу повыше. И пусть она будет потоньше у меня, чем предыдущая. Абсолютно такую же линию параллельную провожу. И вот здесь вот уже верхнюю линию я веду на сужение. Ну, примерно, если бровь тонкая, это одна третья получается вот в этом, в кончике, в хвосте. И у меня получилось уже, смотрите, при тех же характеристиках, когда хвост брови входит в тело брови два раза, у меня получается бровь уже такая мягкая и спокойная. И, соответственно, с другой стороны я должна сделать то же самое. Я должна отметить, что вот здесь вот в изломе у меня она прям пополам делит. Вот здесь у меня в хвостике хвостик у меня приходит, ну, чуть-чуть, может быть, выше середины. Окей. То есть, ну, я имею в виду вот эту точку. И начинать уже строить. Толщина у меня вот, ой, не оттуда начала, сорян. Так, вот эти все моменты. То есть, вот отсюда я начинаю. Соединяю точку в головке с точкой в изломе. И прихожу сразу в хвост. И беру такую же точно толщину. Параллельной линией иду вверх. Чтобы вот это расстояние у меня слева и справа было одинаковым. И уже из этой точки я опускаюсь вниз. То есть, смотрите, у нас получается в общем и целом геометрическая форма простая. То есть, мы как бы обрубили. На самом деле, если рисовать, например, портрет, то в самом начале художники многие начинают построение. И они делают обрубовку. То есть, это не круглая голова, это условный квадрат, в который вписан овал. Потом разделили на части, где должны быть глаза. Поэтому не думайте, что художники, вернее, немногие художники просто берут и вот так вот строят на глаз. А очень многие художники, наоборот, строят таким образом, чтобы сначала оцифровать, скажем так, фигуру. Сколько раз входит голова в тело или сколько раз лоб входит в целую голову. Сколько раз глаз входит в толщину. Ну, не в толщину, а в ширину лица. И вот эти все вещи, они очень важны. Почему-то многие мастера вообще не заморачиваются и строят какие-то непонятные вещи. Вот если обрубить бровь до состояния геометрической фигуры, то у нас получается, смотрите, вот прямоугольник. Вот. И у нас получается с другой стороны такой же точно прямоугольник. Он просто в зависимости от вот этой вот высоты, вот этой, от глаз, да, он у нас либо очень такая восходящая бровь, либо пологая, либо даже практически прямая. То есть это уже зависит от растительности на лице клиента. И вот здесь вот у нас, ну, по сути, треугольник, если продлить его и соединить. Просто я все-таки рекомендую вам вот здесь вот оставлять такое как бы расстояние небольшое. И вот здесь вот такой мягкой-мягкой дымкой заканчивать. Ну, или если это волоски, то двумя-тремя вот так волосками, чтобы они не соединялись в одну точку, потому что не очень гармонично это смотрится. И с другой стороны точно такой же у нас прямоугольник. И если мы с вами назовем вот эти точки, опять, смотрите, у нас точка А, здесь у нас тоже точка А, здесь у нас точка Б, в нижней части головки точка Б, здесь у нас С, здесь у нас, ну, можно, ну, ладно. Давайте Д сделаем, А, Б, С, Д, и вот здесь у нас точка Е, здесь тоже С, Д, и получается точка Е. Ну, и можно там точка Е, точка Е1, ладно, если уже заморачиваться. И смотрите, у нас получается, вы можете замерить вот эту часть слева и справа, вы можете замерить вот эту часть слева и справа. Вот прям подойти к клиенту уже даже, если, ну, там, глаза не видят, бывает такое. И, например, зубочисткой отмерить просто вот эти вот расстояния, прям слева и справа замерить. Вы можете, естественно, излом замерить его толщину. Вы можете замерить любую часть тела брови, чтобы тоже у вас было все гармонично, симметрично. И я вас уверяю, вот здесь, вот эти брови, они подойдут абсолютно всем. Но зато вы сможете простраивать вот эту форму и замерять симметрично и красиво рисовать на ваших клиентах. С учетом, естественно, растительности. В следующих уроках дальше я расскажу, покажу, какие вот эти вот нюансы именно с растительностью, как у нас дела обстоят. Ну и вот еще раз, смотрите, у нас глаза. И вот эти вот уголки внешние у нас выстраиваются как линия горизонта, от которой вы пляшете. То есть здесь сейчас просто вы рисуете прямоугольники и встраиваете в них бровь. На клиенте у вас уже это будет вот эта линия горизонта, и вы от нее замеряете вот расстояние в каждой точке критериальной. Уже много-много лет назад я создала критерии, по которым работают и учат большое количество мастеров. Но я решила обновить эти все видео, чтобы они, как бы так сказать, свежими в ютубе появлялись. Смотрите, сейчас это у вас такая упрощенная форма, когда вы вписываете в прямоугольники. Но на самом деле вы должны научиться строить вот эти вот брови, вот такие вот простые, как я показала, без прямоугольников. И уже потом на глаз определять их симметричность. То есть следующая ступень в рисовании бровей, это когда вы будете без вспомогательных линий это делать. Единственное, что может быть у вас там линия горизонта должна быть, от которой вы пляшете. То есть тут уже вы должны найти вот эту вот толщину, чтобы на одном расстоянии находились от линии горизонта брови. Вы должны длину набросать и вы должны нарисовать, не знаю, несколько сотен бровей, прежде чем вы начнете видеть вот эти вот все формы, не используя линейку. Потому что глазомер это штука, которая развивается. И если делать это долго, то вы начнете видеть, не пользуясь линейками, вы начнете учитывать малейшие нюансы в изменении внешности вашего клиента. Все, я прорисовала, теперь там относительно линии, ой, господи, линия должна быть поровнее, относительно линии горизонта можно замерить вот это вот расстояние в критериальных точках. Там ли она, ну, находится слева и справа каждая точка. И толщины у бровей в каких-то выбранных точках тоже. И все, и это прям уже упрощает жизнь. Следующий этап у вас, когда вы можете брать и рисовать брови, например, на безбровых портретах. Это тоже очень крутой навык. Или на портретах с такими, с какими-то куцами бровями, которые нужно изменить. Но вот пользуясь вот этими критериальными точками. Просто представьте себе, как уродливо смотрится бровь, у которой вот эта линия просто прямая. То есть вот когда вот это вот расстояние съедено и все закрашено. Это супер некрасиво, это супер декоративно, это плохо и так нельзя строить, нельзя так портить клиентам линию. Поэтому рисуйте красивые симметричные брови, пользуясь вот этими критериальными точками. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.